По поводу правильного произношения этого австралийского зверька в интернете идет немало споров. Одни утверждают, что надо произносить вомбат, другие вомбат. За правильность произношения мы не беремся судить, но обратимся к русскому орфографическому словарю Российской Академии Наук. Там ударение поставили на О, поэтому мы будем произносить вомбат. А теперь о самом зверьке. Существует три вида вомбатов, которые объединили в одно семейство. После заселения Австралии европейцами ареал вомбатов значительно сократился. Причинами этому были разрушение их места обитания, конкуренция с привезенными видами и охота на вомбатов. От квинслендского вомбата сегодня осталось лишь 118 экземпляров, которые живут в маленьком заповеднике в городе Квинсленд. Другие два вида, длинношерстный вомбат и короткошерстный вомбат, встречаются чаще и пока не находятся под угрозой исчезновения. Чем же интересны эти зверьки? Внешне вомбаты напоминают маленьких медведей или же крупных хомяков. Это очень симпатичные миролюбивые существа. Их любимое занятие – это рыть землю. Своими острыми когтями вомбаты вырывают в земле жилые пещеры, которые иногда образуют сложные туннельные системы. Большинство из этих систем достигают около 20 метров в длину и 3,5 метров в глубину. Днем они отдыхают в своих подземных домиках, а по ночам выходят на поиски пищи. Едят вомбаты молодые побеги трав. Иногда в пищу употребляют также корни растений, мхи, грибы и ягоды. Как и все сумчатые, самки вомбатов имеют на животе сумку, в которой вынашивают и вскармливают детенышей. Однако эта сумка не такая, как у их остальных сумчатых. Она открывается назад. Предполагают, что такое строение исключает попадание в сумку грязи при рытье норы, обеспечивая детенышу стерильные условия. Зубы у вомбата растут в течение всей его жизни. Они позволяют ему прогрызть препятствия, которые он встречает под землей, когда роет туннели. Обмен веществ у вомбатов, ну, очень медленный, но зато эффективный. Пища переваривается до 14 дней. Кстати, вомбаты являются одними из самых экономных потребителей воды. Им достаточно всего лишь 22 мл воды на килограмм массы тела в сутки. Даже такие прекрасно приспособленные к условиям жизни в Австралии животные, как кенгуру, расходуют воду в 4 раза больше. А еще эти оригинальные зверки умеют бодаться совсем как козлы или бараны. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, вомбаты очень ловкие. Если почуют опасность, то могут забираться на деревья, нырять в воду или убегать. Причем их скорость на коротких дистанциях может быть более 40 км в час. Хотя вомбаты довольно дружелюбны и любят ласку, но при общении с ними нужно быть осторожным. Они пугливые, не очень сообразительные и непредсказуемые. Приняв действие человека за агрессию, они могут нанести раны острыми когцами или укусить. У вомбатов есть еще одна уникальная особенность. Их фекалии кубической формы и очень сухие. Дело в том, что их кишечник имеет особое строение. Длина всего пищеварительного тракта у вомбата превышает длину тела в 12,5 раз. В результате длительного прохождения через кишечник и всасывания воды стенками кишечника, фекалии становятся сухими и компактными. А горизонтальные складки в кишечнике придают им кубическую форму. По одной из версий, такая форма помогает экскрементам не скатываться с камней или стволов деревьев, где вомбаты, оставляя их, помечают границы своей территории. До недавнего времени существовали только две технологии изготовления кубиков – заливать и вырезать. А теперь, как утверждают ученые, у них есть третий способ. Только нужно научиться это делать так, как это делают вомбаты. У многих людей эти миленькие создания вызывают неподдельный восторг. Согласитесь, что вомбаты – очень причудливые зверьки. Но загадочный дикий мир Австралии просто кишит необычными и диковинными зверями. В своих роликах мы еще будем возвращаться к уникальной природе Австралии. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok